всем привет всем здравствуйте сегодня я не в 2 в 12 поэтому прошу прощения сегодня будем рассматривать с вами интересную тему это детскость и беспорядок на ногтях это один из трендов так называемых которые сейчас есть в рамках маникюра потому что трендов очень много самые там сейчас такой актуальный тренд это вообще голые ногти да ну это как в кавычках не все смогут ходить с голым маникюра и сейчас есть такой прям нашумевший тренд это киткор и clatter core это киткор понятно что это детскость clatter core это беспорядок на ногтях сейчас я вам несколько примеров приведу чтобы вы понимали о чем идет речь это тренды причем о которых говорит не просто какой-то там конечный потребитель да это тренды о которых говорят модные паблики например мы если мы почитаем онлайн версию модных пабликов бог того же вот бог говорит однозначно о том что сейчас очень моден именно вот такой вариант сейчас я прям даже процитирую смотрите что этой весной в моде очень эффектно заметный маникюр это яркие цвета это может быть металлик это может быть пастель это какие-то 3d объемные аппликации вот этот азиатский маникюр я его еще называю это флористика это киткор это clatter core в общем вот это вот все может быть одновременно на ногтях на 1 на одном клиенте и при этом мы можем назвать это беспорядком при том что это может быть в стиле примитивизм это может относим к детскости и сегодня вам предлагаю чисто порисовать мы сегодня будем рисовать декорации я не буду вообще никакие использовать но максимум может где-то в конце там может маленький шармикончик добавлю и сегодня я вам предлагаю порисовать коллекции пастельная именно то что я давно ничего пастельного не делала последние все эфиры это все про яркие потому что коллекция весна-лето яркая следующие неоновые цвета тоже вышли они очень сильно яркие и давно не делали пастельных таких каких-то историй поэтому сегодня у нас с вами вот такая няшка все сделано вручную и кое-где может можно будет добавить шармикончик но без них куда вот поэтому сегодня предлагаю пастельной коллекции использовать коллекцию soulful morning это очень красивая коллекция которая у нас вышла с вами еще прошлым летом вот и она как раз вот этот тренд подходит чистая такая выбильная пастель потому что это прям однозначный тренд если мы сравним например с коллекция весна-лето она конечно очень ярко здесь сочные насыщенные цвета вот сейчас предлагаю сделать kit core и clatter core через тему пастельных оттенков сейчас будем с вами просто рисовать итак soulful morning напомню есть наборы 6 миллилитров есть наборы 9 миллилитров в наборах вот у меня например сейчас работ набор 6 миллилитров чем хороши наборы тем что так сейчас у меня тут мои наклеечки вот они тем что во первых вы сможете сделать очень красивую выкраску благодаря наклейкам которые идут в наборе и 6 и 9 миллилитров плюс сама коробочка она трансформируется в очень удобную подставку например вы решили ближайшую неделю работать пастельными цветами вы можете у себя на столе в зоне доступности визуальной вашего клиента и вас поставить вот так набор виде подставки как-то красиво разместить ту же выкраску чтобы это все бросалось в глаза и например где-то красиво еще поставить типсы в рамочке либо как-то вот такую какую-то экспозицию сделать чтобы это было привлекающе интересно потому что клиенты очень любят глазами очень любят глазами поэтому когда вы в зоне на рабочей сделать какой-то вот такой натюрморт скажем так красивый симпатичный клиенты всегда будут делать то что они видят сейчас вот в зоне визуальной доступности но это как правило у вас идет рабочий стол и так первый оттенок предлагаю взять розовый это прям такой белесый сильно выбеленный оттенок такой джусси 415 цвет мы сейчас сделаем здесь просто однотонное покрытие еще раз напомню сегодня мы с вами рисуем декорации практически не будем применять прям такая знаете классическая очень светлая выбеленная пастель цвета кстати очень плотные но в любом случае стараемся делать все таки в два тонких слоя вот прям беленький беленький такой розовый очень светлый нам для типса в принципе достаточно одного слоя он хорошо ложится сделали однотонное покрытие еще раз коллекция soulful morning 415 очень ходовая причем взять сейчас до смешного дошло я говорю девочки нужно нужно пастельная коллекция soulful morning не дают два набора 9 миллилитров и они оба полупустые понимаете она у нас очень ходовая даже здесь у нас среди технологов очень много моделей обслуживаем да и всегда в конце делаются какие-то покрытия так вот soulful morning в течение прошлого года это самый популярный вариант коллекции почему то что это база выбеленные пастельные цвета всегда неважно какой сезон какие тренды будет пользоваться популярностью поэтому я сейчас пошла и в магазине взяла новый себе набор потому что те просто полупустые особенно знаете 414 просто до дна вымазаны не знаю почему именно пастельные желтые на удивление но тоже очень красивый такой белесый лимончик светлый светлый пастельный оттенок вот так первый вариант как раз нам понадобится сейчас желтый предлагаю вам сделать вариант с леопардом вообще в теме примитивизма до киткор такая детскость беспорядок clatter мы можем с вами использовать анималистичные принты но сделать их не в традиционном варианте а сделать вот такой вариант смотрите специально заведомо я делаю крупные очень пятна смотрите вот вариант в глянце вариант матовом и объемом здесь можно поиграть делать во первых очень быстро просто единственно потренироваться рисовать этот леопард обводку как проще сделать вы прям кисточкой из флакона ставите пятна кому сложно например понимать как же расставлять эти пятна они примерно идут в таком хаотичном порядке чуть меньше чуть больше здесь я заведова делаю очень крупные и смотрите не на весь ноготь чем крутнее тем быстрее я этот или леопард закончу грубо говоря рисовать все суши видеть я где-то в центре расположила 414 могу просто показать как он выглядит очень красивый светлый желтый сейчас тренд на желтые оттенки возможно более яркие да вот например у нас модный желтый оттенок в коллекции birth of passage но вот эти желтые пастельные лимонные оттенки они всегда будут пользоваться популярность еще раз ой спачкалась 414 почему потому что это светлая история она подходит практически всем под любой оттенок кожи всегда подходит вот поэтому клиенты зачастую очень любят пастельные пастельные оттенки так и рисовать будем этими же гирлаками смотрите здесь чтобы леопард интересный получился да потому что мы же работаем в рамках пастельных цветов желательно выбрать пастель которая потемнее вот если мы видим посмотрим сейчас на коллекцию soulful morning видно что например 411 по тону отличается чуть сильнее чем те 413 вот и здесь например очень хорошо бы 411 смотреться он будет чуть чуть темнее чем предыдущего два цвета поэтому 411 выкладываем с вами вот так вот на палитрочку сейчас я вам покажу как этот оттенок тоже наносится это такое что-то среднее между лавандой и розовым цветом как знаете как посмотреть здесь с одной стороны смотришь в лоб вроде лавандова с другой стороны это такой вот розовый через мадженту красиво очень розовый такой светлый сейчас кстати немножко экран темнит вот а так это прям светлый оттенок 411 и чтобы опять же рисунок делать быстро сэкономить время берите толстую кисточку так как леопард здесь крупный потому что если вы возьмете тонкую например худенькую во первых придется каждый раз чаще макать возможно жирно ляжет гель-лак вы может не просохнуть и даже гель-лак все таки да вот поэтому быстрее проще в данном случае сделать толстой кисточкой леопард пятна если мы посмотрим с вами они везде разные открываете просто pinterest google и забиваете print леопард и смотрите какой вам рисунок больше по душе и повторяете я люблю вот такой вариант когда мы вокруг пятна рисуем широкие жирные линии червячки их всегда называю и они состоят по кругу либо из трех пятен червячков виде вернее либо двух червячков ведь это не худые линии это широкие линии виде червячков так что споры о том что модный дизайн не модный мода на дизайн однозначно есть смотрите на присутствует нельзя сказать что дизайн ногтей этому вид он это грубо понимаете ну так это кто скажет что дизайн не моден скажет клиент и мастер который исключительно считает что на ногтях должен быть либо однотонный вид покрытия либо максимум французский маникюр либо какой-то камуфляж все другого не существует все зависит от вкусовых предпочтений самого клиента и мастера но тренд на дизайн он есть если мы будем разбираться в самих трендах дизайна вот сегодня мы с вами рассматриваем тренд это киткор и клаттер кор я вам кстати не показала рифы сейчас я вам еще рифы покажу на что я сориентировалась да и эти референсы я брала из модных пабликов это то что они сами нам подкидывают как референсы и в тот тот же вог говорит о том что нынешняя весна-лето однозначно яркий броский маникюр и причем он может быть разный он может с эффектом металлика каких-то объемных аппликаций в те в стиле азиатского маникюра это какой-то детский вариант примитивизма это какой-то беспорядок из разных принтов на разных ногтях все смотрите не нужно на весь много делать вот крупные такие пятна сушим так давайте я вам обещала мы с вами посмотрим так ну смотрите хайли бибер она одна из тех кто задает тренды она конечно очень часто кстати делает дизайн ногтей вот ну здесь чем прикольно посмотреть то что у них у всех татухи во-первых забитые пальцы тату да и как раз здесь в контекст дизайна ногти будет очень хорошо смотреться это как раз вот вариант про объемные аппликации и про clutter core беспорядок на ногтях это когда все 10 пальцев сделаны абсолютно по-разному здесь вот белый французский маникюр здесь французский маникюр с блестками с декорациями здесь вот какие-то объемные вещи с втиркой опять же объемные декорации да это все имеет место быть сейчас можно покупать эти декорации прям готовыми этот кстати с показа сейчас на удивление очень много дизайнеров на показы приглашают мастеров маникюра чтобы сделать какой-то очень прикольный маникюр не просто однотонное покрытие что-то прикольное вот это тоже можно сказать такой kit core clutter core да беспорядок на ногтях то же самое видите какой рисунок он в стиле примитивизма сделано и присутствует дет детскость правильно такой вот детский стиль ну то о чем я говорила меган фокс она вообще офигенно она делает ногти смотрите на постоянной основе у нас есть преподаватель в праге елена скибова она как раз когда они были в праге с мужем у нее этот музыкант я все время забываю как его зовут очень известный были в праге их приглашали ее приглашали она делала маникюр и мужа декоративный черный с дизайном и ей и как лена говорит она реально вот ну как бы каждый месяц ежемесячно делает коррекцию и всегда это какая-то длина очень много у нее всегда металлик какие-то украшения здесь длина смотрите это минимум 8 размер вот это не типсы она прям наращивает делает очень кстати качественно всегда покрытие не так что на полчаса выйти на красную дорожку вот вот тоже вариант смотрите относится кит кору и к латер кору до детскость и беспорядок все 10 пальцев разные стиль рисунка очень примитивный вот кстати тоже такой вот мастер-класс сейчас вам покажу смотрите ну как вам заморочено но тем не менее для коротких ногтей офигенно смотрится вот тоже тема как раз предлагаю вот такие варианты обязательно наделать для демонстрации нашим клиентам как раз это что сегодня сделала так здесь предлагаю закончить все матовым топом предлагаю все закончить матовым топом и в конце взять джеймте клер и prime где-то буду густым джеймте клер рисовать объем кисточку тоже возьму широкую что худой кисточкой очень муторно делать объем поэтому берем джеймте клер ну вот правильно сейчас пишет карпус что круче нюда ничего нет ну видите на вкус и цвет товарища нет поэтому мы все разные у нас у всех разная психика у нас у всех разный архетип личности понимаете у нас разные вкусовые предпочтения и в одежде в том числе женщина которая носит офис корт да офисный стиль такой стиле императора но никогда в жизни не оденет сейчас новое направление это спорт шик это двухтысячные это какой-то гранж она скажет что это господи это убогие люди носят вообще такую одежду понимаете здесь точно так же мастера маникюра которые любят ньют они считают нас кто делает дизайн что мы просто я не знаю вышли из деревни вот а деревня из нас не вышла как говорит ксения собчак так ну что предлагаю вот так сделать смотрите где-то прям объем не к буду делать не всегда есть время например сидеть и прям каждое пятнышко делать вот так с объемом иногда хочется взять например тот же топ я очень люблю сейчас это делать праймом такой пастозный топ классный и вот какие-то такие детали выделять очень удобно он не течет особенно по матовому топу вот но я обычно как делаю я в центре делаю объемные деталики а уже в бокам когда мне уже лень чтобы быстрее закончить дизайн я уже беру прайм и быстренько прохожусь праймом вы не представляете мое новое видео с этими ногтями что только не писали в комментариях и колхоз но они не понимают что во первых у меня ногти это больше реклама и они у меня всегда перегружены очень элементами всем потому что я рекламирую таким образом и декорации и элементы цвета все смотрите теперь беру лужица где топ и быстренько и тут уже топом чуть побыстрее да он не дает объема вот так вот мы сделали часть густым гелем часть жидким вот такой вот стиль детскости примитивизма анималистики я вам предлагаю рассмотреть в чем смотрите в конце можно обязательно где-нибудь вот такой шармикончик например добавить я очень люблю вот этот шармикон сейчас скажу что это за номер смотрите здесь очень много крутых разных и по типу надписей по размеру это у нас летний день 234 вот к этой теме примитивизма детского кора вот где-то мелочь небольшая вы прям добавить будет офигенно это я вот какую я здесь надписи добавляла а вот она эта надпись туда написано то господи туду лист ленту fly fly away не так себе с английский вот умейте виду так второй вариант предлагаю сделать вот такой можно их два параллельно делать с цветами чем один такой чуть-чуть замороченный а вот этот вариант смотрите я прям примитивно примитивно сделала так для первого варианта предлагаю взять персик красивый оттенок тоже из коллекции soulful morning и сделать просто однотонное покрытие очень красивый выбеленный персик вот в новая коллекция он прям такой сочный яркий а здесь вот база база пастельных цветов и персик в том числе такой вот прям ходовой нудовые персики назвала honey flower так и здесь берем с вами оттенки лаков давайте голубой лак голубой какой сюда желтенький желтенький давайте 411 как раз вот этот вот розово-сиреневый цвет и можно вот на той руке вот этим розовым которым уже делали покрытие светлым сейчас будем рисовать оба варианта так ну смотрите хотите сделать вот эти цветы как можно быстрее представьте точно 10 пальцев нужно роспись сделать поэтому сразу берите широкую кисть не делайте это маленькой кисточкой задолбетесь все это заполнять поэтому берите сразу широкую кисть самое главное только чтобы уши в уши самое главное чтобы широкой кисточке было такой худенький хвостик телефон садится поставьте плюсики если меня хорошо видно еще посмотришь у меня сейчас когда садится глючит все идет эфир или нет вы делать в к поставьте плюсики и если меня хорошо видно и слышно все продолжаем так ну смотрите вот этот вариант прям делаем такими мазками примитивными серединке я даже не стала ставить в этом случае просто набираете лака немного вот такими мазочками где-то 12 можно ли вообще такую прям круглую кисть как от жестового суши можно взять и такую для жестко вот эти сейчас кисть поменяла понятно это для гель-лака не очень подходит техника да но мне здесь особо не нужны какие-то детальные прям цветы и такой более примитивный быстрый вариант принта это просто периодически подсушила так как здесь другой элемент будет главный да здесь например нарисуем такое кольцо отпечатаем с вами на фольгу и сделан берешь ромни кончик в центре и фон превратится просто в паттерн и этот паттерн он будет не основной а как фон дополнительный да так что еще сюда добавить можно пройтись поставить какую-нибудь серединку нейтральную так вот просто примитивно делаем итак так как они по тону видите очень сильно похожи цвета не бросается в глаза этот примитивизм это просто фон все и дальше по технологии работы с фольгой идет тонкий слой прайма прайм сушим минимум одну минуту а лучше минутки две я буду одну минуту у меня времени сейчас нету я быстро делаю еще кстати можно вот этот детский кортит 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 сделать при помощи вот этого 5d поп-ит очень прикольно тоже видите вот как раз в этом тренде тренд детскости тренд беспорядка вот этот nail crust 5d офигенно будет делать тренд и вам например рисовать не нужно при этом номер 45 запомните так что у нас с вами мультипл гель идет помним о том что ни в коем случае до конца не открываем столько сколько нужно взяли закрыли и работаем с палитра я свою баночку берегу чтобы ничего у меня не сполимеризовалась все просохла и просто где-то с отступом 32 миллиметра в зависимости от ногтей у меня просто тип с большой делаете тонкую линию но опять же линия может быть разная есть вот любят вот эти азиатские дизайны когда она прям очень близко краю идет когда там буквально прям миллиметр отступают все сделали ровно 30 секунд ровно 30 секунд и у нас с вами как раз останется шермикончик какие еще классные шермиконы подойдут вот как элемент ведь основной упор на роспись идет вот в конце когда ты маленькую мелочь добавляешь все равно по-другому смотрится предлагаю вам использовать номер 249 изящество еще в базовом ассортименте есть вот такие надписи прикольно они чуть поярче путь чуть поконкретнее вот кстати они тоже сюда могли бы очень хорошо подойти это у нас номер 230 это номер 230 вот эти надписи хорошо есть у нас еще с вами вот такие разные надписи смотрите с перьями и с птичками это вообще очень сильная мода сейчас очень много татушек делают с этими перьями птицами здесь еще текст вот 248 конечно же у кого проблемы работы с фольгой напомню что у нас есть сейчас самый ходовой шермикон он у нас сейчас бьет рекорды по продажам это вот такие просто абстрактные линии вот вы можете купить и просто составить это из шермикончиков номер 248 номера 248 сделать обязательно скриншот и рекомендую сразу покупать штук десять вот серьезно сразу 10 штук потому что такая вещь ну вот не знаю на ближайшие несколько лет это актуально какой-то цвет у кого раньше были проблемы с фольгой особенно вот кто не учился потому что раньше чтобы понять технологию идеального литья нужно обязательно было хотя бы курс пройти но однодневный ну чтоб он был живой хотя в онлайн я тоже помню очень подробно все разжевывала вот но не у всех работа с фольгой получалось то сейчас с мультипл гелем это просто идеально даже без обучения у вас теперь будет отпечатываться фольга так ну давайте возьмем какой шермикончик давайте возьмем вот как раз 249 вот светлана пишет проходила онлайн все отлично очень рада я считаю что вот курс топ-10 и азбука линию онлайн они более чем прям разжеваны очень так ну что тут вот понимаете мелочь небольшую вот смотрите казалось бы такая вот мелкая незначительная надпись здесь новых шарми конах которые у нас вышли для этого лета там очень много прям смотрите скупайте сразу по несколько штук потому что вы знаете мы не допечатываем больше тиражи и уже ты не видишь вот этого примитивизма в этих цветах вот скажите уже вот как-то она и в глаза то особо не бросается это уже именно фон который создает настроение как раз вот этого детского настроения этого беспорядка так какой вариант вот такой да для этого вариант конечно лучше сделать какой-нибудь нюдовое нейтральное покрытие это может быть мазок база камуфлирующая да давайте приклеим так и ну не знаю там нюд стайл давайте возьмем сто седьмой либо база камуфлирующая просто снимаете липкий слой с базы камуфлирующие и начинаете рисовать опять же чтобы вот эти цветы получилось сделать максимально быстро носить 10 пальцев то же самое берем сразу широкую кисть берите широкую кисть я в основном работаю к м3 троечка соболь и поехали опять же такой стиль вы видите ну я бы не сказал что какие-то сложные цветы просто что их много понятно чем короче ногти тем быстрее вы закончите дизайн ну например на рефе там вообще даже расстояния нет между лепестками они там вообще максимально примитивные эти цветы вот ну может сливаться ничего страшного мне например нравится все таки больше расстояния делать небольшую эти широкой кистью я тогда быстрее все это сделаю здесь уже без мазков как вот первый вариант мы делали более примитивные да здесь именно нужно сделать трафаретные такие цветы единственное гель-лаки надо подсушивать что они в отличие от красок текут вот а я плюс еще пленку не сняла дисперсионную подсушим тоже видите мелочь такой небольшой шарми кончик так миленько смотрится кстати напомню вам о том что у нас сейчас вышла морская тема с шармиконами надо обязательно тоже сделать рисовальный дизайн прям прорисовать весь этот морской мир и где-то в конце вот эти детальки шарли кончиками добавить это номер 250 будет офигенно и вот так вот монотонно с вами двигаемся если бы это была тонкая линия кисть вернее то нужно было бы нарисовать этот круг а потом его закрасить это дольше вот плюс автоматически у худой кисточки получается более мелкие цветы более мелкие цветы а это значит их нужно большее количество большее количество значит времени дольше поэтому вам прям вот советую делать смотрите ну что-то среднее по размеру тогда будет очень быстро закрашиваться вот этот вариант конечно уже не успеем сделать смотрите ведь тоже анималистичный принт на разноцветном пастельном фоне вот такая загогуленность фольги офигенно будет смотреться для тех кто любит ярко и необычно тоже это вот примерно из этой же оперы только за счет черного принта более контрастно смотрится еще раз напомню сегодня я работала коллекцией со full morning эта коллекция базовая входит в базовый ассортимент в том году был очень сильный ярко выраженный тренд прямо на выбеленные пастели вот в этом году больше яркости вот но тем не менее эти цвета сегодня девочки уже в комментариях писали остаются всего одни из самых рядовых то что не важно сколько лет пройдет какой тренд какой сейчас год всегда пастельные цвета пользовались и будет пользоваться популярностью наших клиентов это как вот нюдовый маникюр это как раз как оттенки красного маникюра оттенки глубоких темных черных и сюда же относится к базе пастельные цвета всегда говорят что если вы хотите составить какой-то базовый ассортимент вот должны быть нюдовые цвета в первую очередь потом идут красные черные и оттенки пастели оттенки пастели сегодня к эфиру готовилась когда посмотрела что буду говорить про тренд детский кор кит корр да так вот так нужно брать пастельные цвета стала искать 2 2 коробки у меня софу молнинга были здесь я их открываю они мне все полупустые все по заканчивались вот поэтому пришлось идти брать сегодня новую коробку сегодня взяла себе работу 6 миллилитров кстати понятно что и далее можно таким образом кстати тоже сэкономить себе например на каких-то ногтях полностью заподлицо делаете а на каких-то вот как я сейчас просто куском в центре сейчас предлагаю перекрыть финиша почему сейчас объясню возможно это лишний слой но вот эти выпуклые цветочки лепестки вернее мне будут мешать поставить идеально ровные серединки вот поэтому я когда вот такие трафаретные вещи какие-то делаю все равно гель-лак лежит выпукло достаточно и перед тем как перейти к какому-то следующему слою дизайна я всегда перекрываю слой т-класса в данном случае лучше было бы взять кстати т-класса неправильно что т-класс чуть пожиже плюс я сейчас хочу шармей кончик приклеивать все и наши старым слоем пойдут серединке чтобы их комфортно было ставить чтобы они не потекли никуда по этим выпуклым лепесткам поэтому я вот так сделала сушил еще раз давать я вам напомню рифы и там подборки паблики которые делал вог вот они эти цветочки смотрите здесь еще более они примитивные и видно что их вообще здесь дотсом нарисовали видите не парились просто дотсом кругляхи поставили огромные кругляхи в центр вот если не присматриваться на самом деле это очень милашно смотрится так вот такого плана смотрите вам для вдохновения вот такой вариант любой это нарисует скажите тоже тема до примитивные фрукты разноперстные вот такая история смотрите то цветочек тут какие-то звездочки это вот завитушки в общем детскость киткор и clatter core это очень удобно особенно для тех мастеров кто например ну не может рисовать какие-то сложные вещи и декорации у вас нет поэтому под рукой только все необходимое это взять и например сделать ручную роспись и вот этот стиль как раз коровский детские и беспорядок вам офигенно подойдет опять же чтобы продать это клиенту у вас что должно быть у вас должны быть образцы так ну давайте вот так сделаем и виденчик птичек пущу ну как вот не дополнить шарми кончиками них просто их нет поэтому они так рисуют у нас же они есть почему бы вот в конце просто небольшие деталечки не приклеить один такой будет вариант а вторую например вот такой может быть может быть вот как то так еще раз сегодня мы с вами работали коллекции soulful morning это абсолютно светлые пастельные цвета это прям база это то что всегда заканчиваются быстро это вот красные цвета мы быстро заканчиваем нюдовые цвета и пастельные цвета вот поэтому конечно если брать то лучше брать не 6 миллилитров а наборы 9 миллилитров лучше брать наборы 9 миллилитров вот и давайте я вам в конце покажу все варианты можете прям сфотографировать себе и сделайте например такой красивый натюрморт из типсов что клиенты покупают глазами клиент когда видит она понимает что ага как это будет выглядеть у нее на руках вот так мы сегодня с вами порисовали всем большое спасибо за внимание все продукты которые я сегодня использовала номера шарниконов и коллекцию гир-лаков сейчас в описании сделаем отдельно